Циповский заповедник На земле ее история, ее долина, формирование относится к времени 5 миллионов лет назад, когда отсюда ушло Сарманское море и образовалось устье реки Нескро История этих мест, этого монастыря окружена множеством сказочных преданий, иногда таинственных и даже мистических легенд Одна из легенд гласит о том, что в гроте местного водопада, который находится вот там вот внизу, был похоронен мифический древнегреческий певец Орфей Который не перенес разлуки со своей возлюбленной Эвридикой и погиб в этом месте Каменная кладка, за которой кроются его останки, надежно укрыта скрижалями с семью отверстиями Говорят, что в древние времена, во время ежегодных состязаний певцов, в эти семь отверстий вставлялись бутоны нераскрытых цветков И от прекрасного пения они, от волшебного пения они раскрывались и зацветали буйным цветом Орфей был очень влюблен в Эвридику Она была красавицей и однажды, когда он ей пел свои прекрасные песни, она пошла гулять в лес Случайно наступила на змею, естественно, умерла и была отправлена в царство мертвых Орфей не выдержал разлуки, отправился туда, к царю подземного мира, к Аиду, просить о том, чтобы он вернул ему возлюбленную Его пение покорило Аида, и он поставил одно из условий Орфей не должен был видеть Эвридику, вплоть до того момента, когда они выйдут из царства мертвых Но певец настолько был влюблен и настолько жаждал встречи со своей возлюбленной Что уже когда они выходили и были близки к свету, оглянулся Но в этот момент лишь тень мелькнула, и Эвридика пропала, и навсегда исчезла в царстве мертвых И вот он неприкаянный бродил по нашей местности, по этим скалам, и нашел здесь покой Еще говорят, что где-то здесь в воду Днестра упала его лира, на которой он играл и пел И течением ее унесло водами, унесло к Черному морю, а там жрецами она была поймана и отправлена на небо И с тех пор пять звезд на небе, вот такое созвездие лиры освещают и напоминают о любви Орфея и Эвридики Также есть легенда о том, что по этим скалам, по этим местам гулял древнегреческий поэт Овидий И слагал свои прекрасные стихи И еще одна древняя легенда гласит о том, что в этом месте, в этой местности жили драконы Их было очень много, они тут свободно летали, резвились на просторе Но когда здесь появились первые люди, драконы не захотели терпеть такого соседства и отсюда улетели И только один старый дракон остался и сказал, что он здесь будет спать и дожидаться своих собратьев И своим телом он продавил себе ложи, и вот эта ложа и является густем нашего прекрасного острова По легенде, по преданиям, здесь в темноте можно встретить призрак женщины, призрак Марии Жены Штефана Челмарии, Штефана Великого И если последовать за ней в полнолуние, то она укажет место, где сокрыты сокровища Мы потом спустимся туда, к церкви, к скальной церкви, к месту, где венчали Штефан Челмарий и Мария Вайкица Столичные священники не хотели их венчать, так как у господаря уже было три брака И это должен был стать четвертым браком Но монахи монастыря согласились их венчать Они, став между скал, поднимали в монастырь жениха и невесту, Марию и Штефана Передавали их с рук на руки И господарь был очень счастлив, так как никто, ни один из властителей до него не венчался в таком месте, в скалах И по преданию, вот опять же, их счастье длилось недолго, так как Мария умерла очень молодой, в возрасте 25 лет И завещала быть похороненной здесь Вот говорят, что иногда здесь появляется призрак женщины в белом Вообще это место очень такое таинственное, очень необычное И говорят, что как будто бы здесь находится мощный 16-кратный усилитель Как электронный коллайдер, который открывает те вещи, которые людям невидимы, не чувствуются И их сравнить можно, поставить в один ряд Гималайи, Тибет и Ципово Это неразгаданная тайна, такое очень-очень космическое место Монастырь внешне был вполне ортодоксальным с древних времен Но мало кто знал, что проповедники монастыря обладали какими-то паранормальными способностями Считается, что в древнем монастыре обитали монахи-волки Их отличала огромная физическая сила и нечеловеческая способность к ясновидению Они продолжали древние практики жрецов солнца, использовали знания древних фракийцев, древних сарматов Но это держалось все в очень глубокой тайне И в монастыре, в скальном монастыре, куда мы пойдем сейчас, там есть, говорят, что был ход Был такой лаз, который тянулся на 2 километра вглубь скалы, внутри которого находилось подземное озеро Много воды, много запасов продовольствия позволяли пережидать нашествие монголо-татар И говорят о том, что несколько воинов, вот этих самых монахов-волков, они способны были удержать целое полчища, целое войско монголо-татар Эта дорога очень древняя, более 1500 лет вот этим вот ступенькам Отсюда открываются потрясающие виды на Днестр Также легенды повествуют о появлении чудо-воинов и скал Трое войны могли обратить в бегство целое вражеское войско, как я уже сказала И их можно было сравнить с японскими войнами, которые возникали неоткуда, которые могли по вертикальным отвесным скалам передвигаться Но они были одеты в шкуры животных Вот такая вот красота чудная Еще иногда здесь, помимо призрака белой женщины, появляется признак черного монаха Он появляется ночью регулярно, но никого не трогает, очень молчалив Также в этих местах говорят о паранормальных каких-то явлениях Постоянно в сумерках ночью здесь появляются светящиеся шары, искры разных цветов, синие, белые, голубые И еще ночью, когда полнолуние особенно, говорят, что где-то в этом месте является древний город заброшенный И из скал монастыря раздается мужской хор из-под земли Ну да, вот камни, которым не одно тысячелетие Это место зеркало С чем человек приходит, с какой душой, с какими помыслами, с какими мыслями То и он в ответ получает И еще считается, что это одно из мест апокалипсиса То есть это место судного дня, где сойдутся добро и зло С верхней территории нынешнего монастыря Туда к скальному ведет довольно-таки длинная дорога Такая скальная, каменистая И там вот обрыв Ну это ущелье И если в монастыре Сахарно мы для того, чтобы подняться к часовнике В общем, поднимались вверх А здесь мы пока спускаемся вниз к скальному монастырю Такие крутые ступеньки довольно-таки Очень живописно Я думаю, что действительно и Орфею, и я в видео Этот край давал очень много вдохновения для их творчества Национальный музей этнографии и истории Цыпова, Сахарна Музей Городишти Вот предупреждение о том, что здесь водятся змеи Потомки того самого дракона Который остался один И вообще, я не знаю конкретно где, в каких местах Но вот эти вот отверстия Как раз свидетельствуют о том, что монахи и волки Которые трансформировались в оборотней Они цеплялись своими когтями Вот так вот в отверстие скал Вот так вот Они лезли наверх, наверное, и трансформировались Превращались Ну, это все легенды, конечно Предания, сказания Но Я думаю, что сказка ложда В ней намек Вот какой-то там туннель Такой глубокий-глубокий Очень глубокий Ну, камни они полностью испещрены такими прямо отверстиями А смотри, наверху там как будто побеленый Что там такое? Видишь, ровненько Да нет, я думаю, что это порода просто такая Ледка Впечатляющие вообще-то ощущения Да, у меня такое ощущение, что там наверху как бы обработано Может, была какая-то келья, а потом и развалилась А вот там вот в ущелье, там вот вдалеке видны Там вот там находятся как раз те водопады Где скрыты под скрижалями, под семью, скрижалями останки Орфея А еще, говорят, там есть камень желания Где можно загадывать желание Оно непременно сбудется Мы сейчас находимся на правом берегу А вот напротив, левый берег Приднестровья Село Попенки Зазуляны И вот здесь очень такой отвесный путь Ступеньки Очень древние ступеньки Тысячелетние И бабочка летает Мам, здесь аккуратно Здесь какое-то ущелье Очень узкое Возможно, вот это и есть тот самый проход двухкилометровый Который туда длится, но, говорят, он закрыт Здесь тоже записки полностью в стене Люди загадывают свои желания Говорят, что если они искренние Чистые и светлые То они обязательно должны исполниться Я Тоже свою записочку оставлю В этой Скале И буду надеяться, что Мои молитвы будут услышаны И вот дальше Дорога нас привела Как раз к этому Скальному Комплексу Древнего монастыря Здесь так пахнет ладаном уже Прямо вот я нахожусь вдалеке Но ладаном уже пахнет Вот в этих скалах Сначала жили Монахи, отшельники Которые были войнами Которые вместе с христианством И проповедовали ещё и культ солнца Ну это уже достроено Современные, более современные Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тургие, больше, 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 чем святой лунии. Стоит в институт религиозным и ультургой. А вы входите в святую луну, эти класы. В этом у выпуски, которые приемли в святую луну и хранат ущися. Они у меня в святую луні, путем вас, и лукасы. У них Point, и PF1, и лукасы, и лукасы, и лукасы. Отечествуетрите замки святой луна и луна, а теперь мы поедем святую луну. В целях с recalled ультургий, может быть двое, пустоте и лукасы в руке. Но на манеселе, к нам, в манеселе, мы служим в манеселе, и мы желаем, и мы и祝им в манеселе, чтобы не было светового пациента и на то, что мы не можем. Да, да, так и бисерика, да? Бисерика функционирует, и это было черное, мы верим на 8-10, и мы верим на 7-10, чтобы в манеселе не было никакой крестин, который будет посадить с Богом, и мы можем верить в манеселе, мы будем читать Салтирия, Мы читаем Макатисты, а также в Святой Литургии, а также в которой мы служим более редко. И так же, в то время, это открыто для ученения крестиналов. Спасибо большое! Да, спасибо! Дорогай! Это чудотворный мир, это счащий крест, который источает миру и говорят, что он не всегда здесь есть, но вот в данный момент он как раз пахнет. Очень древние иконы, им более 500 лет. Мне кажется, мы когда сюда приезжали, здесь была на самой скале нарисована икона, нет, не было? Нет, а я не дал. А тот разлом ведет прямо вот сюда, да? Туда к алтарю. Здесь выставочные такие залы. Тоже старинные иконы. Такая программа. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok